Наверняка вы тоже видели пожилых людей, которые ходят, опираясь на палки, напоминающие лыжные. Эти люди занимаются в кружке, который называется «скандинавская ходьба». Скандинавская ходьба как фитнес, как вид физической активности возник довольно недавно, в 90-е годы прошлого столетия в Финляндии. Подсмотрели местные жители, как тренируются лыжники, и очень быстро это адаптировали. Со скоростью, можно сказать, неимоверной этот вид стал популярным во всей Европе, достиг нас до леса. Это 2 километра по лесу, уже в зависимости от уровня физической подготовки, от здоровья. Человек выбирает для себя круг, либо малый, либо средний, либо большой. В среднем наши граждане прохаживают от 5 до 7 километров за занятия. Скандинавская ходьба, мало того, что она оказывает оздоравливающее действие на весь организм, она является прекрасной возможностью пообщаться в группе, посозерцать природу. Сейчас любители, которые ходят год, уже с нами говорят, когда же зима, когда снег. То есть, понимают, что это самый классный период для ходьбы. Скандинавская ходьба оказывает благотворное влияние на физическое и на психологическое состояние человека. А в пожилом возрасте это особенно необходимо, потому что люди склонны где-то к депрессивному состоянию, где-то к хандре. Они мало того, что получают оздоравливающее действие на спину, на суставы ног, на тренировку сердечно-сосудистой системы. Они тренируют дыхательную систему, они общаются со своими друзьями. Поэтому, наверное, такой вот вид очень любимый стал нашими гражданами. Не только лыжнику, а любому человеку передвигаться с палками, конечно же, легче. А для многих пожилых это уникальная возможность оставаться физически активным. Польза от энергичной ходьбы с палками примерно такая же, как от бега. Она тренирует выносливость, быстро сжигает лишние килограммы, укрепляет сердечную мышцу. При этом скандинавская ходьба абсолютно исключает возможность получения травм, чего нельзя сказать о беге. А потому ее рекомендуют и пожилым людям, и начинающим спортсменам, и полным людям, которым тяжело двигаться, но тем не менее стремящимся сбросить лишний вес. Этот вид физической активности очень популярен и эффективен абсолютно при любых нозологиях, при любых заболеваниях, а также абсолютно здоровым людям показан. Скажем так, что здесь нет противопоказаний для того, чтобы заниматься этим видом физической активности. Абсолютно не имеет никаких практически противопоказаний. И тоже возрастных привязок здесь нет никаких. И до бесконечности все, кто стоит на двух ногах, могут заниматься этим видом физической активности. При занятиях скандинавской ходьбой активно задействованы и укрепляются 90% мышц человека. Надо упомянуть еще одно неоспоримое преимущество скандинавской ходьбы. Чем больше народа, тем веселее. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для начала занятий вам потребуется спортивная обувь, любые беговые кроссовки на гибкой подошве и специальные палочки. Палки эти пришли из беговых лыж и имеют ряд особенностей. Главное, вот такой темляк, это ремешок, который крепит палки на руке и позволяет контролировать рукоятку, независимо от того, сжимаете его в ладони или нет. И вторая особенность этих палочек, вот такой резиновый сапожок, который позволяет палке держаться хорошо за поверхность. Высота палочек подберется следующим образом. Рост человека в сантиметрах умножаем на 0,66. Если нет калькулятора под рукой, то можно определить ростовку по-другому. Когда палка у вас стоит перед собой, то большой палец должен упираться вам в пупок. Это как раз та высота, которая позволяет правильно выполнять технику ходьбы. Во время ходьбы с палками нам важно держать осанку прямой. Как проверить, прямая она у вас или нет? Положив палки вот так за плечи, вы получите правильную осанку. В таком положении не получится согнуть спину и сделать ее сутулой. Она у вас будет прямая. Во время ходьбы с палками мы делаем, ногу ставим на пятку, совершаем вот такой вот перекат. С пятки на носок. С пятки на носок. То есть, чтобы не было вот таких вот плоских топающих шагов, мы должны делать полноценный перекат. Вместе с левой ногой вперед идет правая рука. Крепко сжимаем рукоятку. Палочка у нас всегда должна быть под углом вот таким к поверхности. Это примерно 55 градусов. Кстати, вот этот срез на сапожке показывает угол наклона палки правильный. То есть, когда вы ставите палку на поверхность, вот она у вас под таким углом. Причем, неважно, находится она впереди, на уровне корпуса или сзади, мы всегда ее держим под таким углом. Во время опоры на палку наконечник должен стыкаться посередине между передней и задней ногой. Таким образом. Руки и ноги работают в противоходе. То есть, с левой ногой у нас вперед идет правая рука. Вот таким образом. Это были основные правила ходьбы с палками. Если вы заинтересовались и есть желание продолжить, ищите нас в соцсетях и приходите на наши занятия. Спасибо за внимание. С вами был Максим Прощенко. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова